Я родился в 1933 году, 12 января, на Украине, в селе, село Вилыч, Шостаковка, Шаргородского района, Шаргородский как каунти тут, Шаргородского района, район это как каунти, Винницкой области, город Винница, как здесь Нью-Йорк, у него есть графства всякие, понимаете, вот, мама работала, это было на сахарном заводе, завод где делали сахар, вот, мама работала в лаборатории, а папа был главный механик завода, вот, мама Евгения, папа Ефим. Через несколько лет, ну, я не помню, конечно, совсем маленький, когда был, семья переехала в город Житомир, тоже на Украине, отца назначили куда-то там на работу новую, и мы переехали туда. Вот там я уже немножко помню, мы жили, снимали квартиру, большой двор был, там много детей, вот, там я пошел в школу, В школу, значит, это было уже, наверное, в сороковом году, семь лет мне было, наверное, так, в 1940 году я пошел в школу, ну, собственно, вот что я помню, как любое детство, особо вот такого чего-то не не происходило, вот. И тут в 1941 году началась Великая Отечественная война, которая потом стала, или сразу стала мировой войной, второй мировой войной. Значит, нас эвакуировали, как евреев, вообще евреев, в первую очередь. Папа, папу сразу призвали, ну, на второй день буквально в армию, он был, он капитан был армии, где-то его часть была недалеко от нас, и вот он самые последние дни, перед тем, как немцы вошли в город, он прислал за нами машину, и нас вывезли из Житомира, куда-то в какой-то лагерь, там мы жили в каких-то землянках. Мама, я, бабушка, моя бабушка, мамина мама, и тетка, мамина сестра, тетка Феня ее звали. А потом нас погрузили в поезда, товарный, не пассажирский, товарный поезд, полки там такие были сделаны, чтобы можно было спать, и увезли вглубь страны, в Саратовскую область. Ничего не было, мне холодно стало, я носил мамины, на каблуках такие сапоги, сапоги такие на каблуках, называются буркилька, фетровые такие. Не только я, все, я бедность кругом была, понимаешь? Ничего было носить, не было одежды, не было того-сего, перешивали, что-то такое делали. Вот он пошел в школу, учился в школе до. Был на войне в это время, все время. И вот в 45-м году вдруг он от него, ни писем, ничего от него не было, так получилось. Вдруг он приехал. Вот он написал письмо сначала, видимо, потом приехал к нам туда, в этот Карабулак. Ну, это мой папа, как ты представляешь. И вот я выбрал город Новосибирск. Это быстрорастущий город в центре Сибири. Завод новый, совершенно новый турбогенераторный завод. Приехал туда. Ну, там тоже друзья были, гуляли, веселились. Что ты хочешь. Защитил дипломный проект на тему. Горнштейн, Александр Ефимович, защитил дипломный проект на тему. Качание синхронно-реактивных двигателей в системе с генератором. С оценкой отлично. Это уже здесь я работал, Варенка. Электрический машинный аппарат, называется. Инженер-электромеханик. А сколько лет ты жил в Сибири? В Сибири мы жили с... С 47-го, наверное. Ну, а как ты чувствовал войну? Тебя было 8-9... Да, как я чувствовал? Ну, что война идёт. Я тебе говорю, как. Бедность, голод. Я не знаю. Всё. Мы учились в школе, например. Два класса в одной комнате. В одном зале. Вот я учился. Первый и третий класс вместе сидели. Второй и четвёртый класс. Потом уже в другое место мы переехали. Там уже не было такого. Там были отдельно комнаты классные. Не хватало классных комнат. Не хватало преподавателей. Потому что мужчины все. Всех на фронт уехали. Забрали их в армию. Ну, только эти мы жили войной. Мы другого не знали. Вот ты живёшь в Америке, ты не знаешь по-другому, как люди. Вот так представление у тебя есть, но ты глубоко... Так и так. Мы жили всё время войной. Война кончилась в 1945 году. Четыре года шла война. И когда ты был маленький, ты как-то знал, что ты еврей? И это что-то... Ну, когда совсем маленький, я не знал. А вот в школе я помню. Понимаешь, антисемиентизм такая штука. Что вот я еврей, ты не еврей. Вот мы с тобой в одном классе. Ты не обращаешь внимания. Я как-то так... А в общем, они против евреев. Но некоторые, у которых дети, у которых родители антисемиты, слушают разговоры дома. Вот всё из-за евреев, это евреев. И в школе то же самое говорят. Я помню, какой-то мальчик там был, всегда на дону, он сильный, большой был. Надо мной издевался. Вот и жид. Жид. Это подразительная кличка евреев. Но это тебе никогда... Ты никогда не хотел знать. Больше про, как ты еврей, что это значит. Ну... Вот я нет. Я не хотел. Не то, что не хотел. Система была так построена, что... Вот твои родители, я это не занимался, они хотели изучать иврит. Когда они учились в Москве. Это тоже нельзя было. Казалось бы, что такое язык? Нельзя было, потому что это связано с Израилем. Как пример, я тебе говорю. Так что... У меня не было такого. Не было вокруг людей, которые бы толкнули меня к этому. Или к религии, чтобы изучал религии. Или историю еврейского народа. Мы этого ничего не знали. Уже когда... Когда было... Приехали сюда, уже начали понимать многое. А так... Как бы оторваны от еврейства были. Но чувствовали давление везде всегда. Тем не менее. Вот. Ну? Так что ты думал про себя, что ты русский, ты еврей... Ну не русский, я думал, что я еврей. Вот я тебе приведу пример. Во время войны я ходил в школу, это, наверное, был третий класс. Я не помню в каком году. Учительница задала вопрос. Каждый должен ученик встать и сказать, кто он по национальности. Вот я это точно помню. Хотя я малой был. Вот там русские, русские, украинец. Встают дети. Дети малые. Я встаю в еврей. То есть я уже знал, что я еврей. И в классе тишина. Как-то необычно для всех, понимаешь? Как это еврей, вот что-то. Какое-то другое, видимо. Хотя я не был другой. Я был такой же босяк и такой же хулиган, как остальные. Ну не то, что хулиган, но... Всякое буквало. И когда вы познакомились с Ларисой, ну... Ты мне рассказывал, как у тебя папа. Или она к тебе пришла домой. Ну это как... Вы знали, что она тоже еврейская девушка. Конечно, у меня не было других мыслей выйти и жениться на нееврейке. Окей. Не было. Ну не то, что не было. Когда-то были увлечения девочками разными. Русскими и другими. Но жениться я хотел на еврейке. И тут Лариса появилась. Моя родная, которая вот тут, вот, видишь. Вот, Лариса, ее сестра Софа. Все молодые были они. А почему ты хотел жениться на еврейке? Потому что я хотел жениться на еврейке. Понимаешь? Конечно, всякие браки, я так понимаю, бывают. Но если один из этих самых супругов не еврей, то в конце концов... В Америке это, наверное, ерунда. Потому что нет такого антисемитизма. Такого встроенного. А русские, они антисемиты в принципе. Понимаешь? Они дома, они... В детстве... И всегда это прорвется. А-а-а, ты вот такой, ты еврей, ба-да-да. И поэтому тоже. И потом общее как-то... Как-то общее евреизм. И что это... Что это общее? Ну, как это ты понимал? Ну, мы вместе. Мы евреи. Она еврейка, я еврей. И это нас связывало каким-то образом тоже, помимо всего прочего. Нет, я не знаю. Может быть, по мовности бы совершил ошибку, Женившись на ней еврейке. Но в принципе, я хотел еврейскую девочку. Значит, с Ларисой мы познакомились в 1965 году. Да? В 1965 году. В 1965 году. И она жила с сестрой, с Офой, с мамой в квартире. Ну, такая же, как вот эта. Примерно. А я жил у родителей в другом месте. Тоже хорошее. Ну, не хорошее. По тем стандартам нормальная квартира. И когда вы поженились, я переехал к ним туда. Они, значит, мама с Софой ушли в одну комнату. А мы с Ларисой, как бы, нам дали другую комнату. И вот там мы жили. Жили, жили, поживали. И потом родилась в этой квартире, родилась дочка Таня. Не то, что она в квартире, но она в квартире, я ее повез в роддом. А потом обратно. И она кричала, и плакала, и все прочее. Вот про это вся история. А почему вы ее назвали Таня, Татьяна? Значит, почему-то я один поехал. Может, мама сейчас... Но она не помнит, конечно. Я один поехал, называется ЗАГС. Запись актов в гражданском состоянии. Ну, где регистрировали детей, имена, фамилии и так далее. Почему-то я туда один поехал. Значит, хотели назвать или Юлия, или Таня. Ну, и я там сказал Таня. И так и пошло Таня. Все, как и записали. Я сейчас причину не знаю. У нас была лодка большая. Мы на лодке уезжали. Лариса работала на электростанции посменно. Вот она три дня с утра работает. Допустим, с восьми до четырех. То у нее в сутки выходной, или сколько-то там выходной. Она работает с четырех дней до двенадцати ночи. В следующий раз с двенадцати ночи до восьми. И вот так все время она... А, допустим, выходной она работает. Что нам с Таней делать? Мы пошли на лодку. А если она в ночь работает, она тоже приходила. Мы ее встречали там. И она в лодке спала. Ну, надо было поспать немножко. А мы на лодку Днепр. Выгуловили, к Скороле. Иногда друзьями. Иногда часто с друзьями. Это вот такое лето. Лето хорошее там. Ну, не такое жаркое, как здесь, но хорошее лето. Вот, переселились мы в ту квартиру и жили мы там. И оттуда уже мы уехали. В United States of America. И сначала вы... Ты и Лариса вы не хотели уезжать? Ну, Лариса... Лариса, понимаешь, как. Для Ларисы и Таня это все. Для нее Таня была... Она так, как она куда Таня, туда и я. Для нее это все. Я это на втором плане. А вот Таня это главное для нее. Она ее очень любила. Это ее дочка. Вот. И поэтому, когда Таня уехала... Ну, я был против. Ну, я потом все равно, да, Сарф, согласен, что это надо делать, потому что нету будущего у еврейских детей там. У нас была точка. А мы, мы знали, что тоже будут дети. Так надо что-то... Они уехали, сколько лет они... Они в 87-м, по-моему, в 87-м, когда вы уехали. А мы в 95-м. Пять лет мы жили без... Где-то пять или сколько лет. Когда она была здесь, в Америке, а мы там. Ну, не так долго. Ну, не так долго. Потому что они уехали в 89-м. В 9-м, а мы в 92-м. Мне было полтора года. А вы приехали, Мишела еще не родилась. И мне было где-то три. Да. А, значит, Таня жила... Рома уехал. Таня жила с Аркадием в квартире, Роминой квартире, в Киеве. И там родилась ты. Я четко помню. У нас рядом был большой магазин одежный такой. Обнова назывался. Значит, я был дома, а Лариса пошла в магазин. Утром это было. И вдруг звонит Аркадий и говорит, Таня в городе, там, в роддоме. А в нем родилась дочка. И я схватился, побежал к Ларисе, сказал ей. И она тут же уехала в Киев. Побежал. Там ходили автобусы, ходили по Днепру. Так называемая ракета. Такой быстроходный корабль. И помчалась туда в дочке. В ручке. Вот. Значит, эмиграция у нас началась так. Первый поехал сюда Рома с Любой. Я был против. Вот я был как-то воспитан по-старому. Я не хотел что-то. Что-то мне не хотелось ехать. Хотя я Америку всегда считал центром всего лучшей страны в мире. Вот и хотел я ехать, и все. Потом дети Аркадий с Таней заготеревые. Ну, собрались уезжать. И тоже я сопротивлялся. В общем, там надо было какую-то бумагу подписать. Я ее подписал, и они уехали потом тоже. Я не помню, в каком году Рома уехал. Рома уехал в 86-м. Да. А они в 7-м, наверное. Ну, они, когда я уже родилась, это было в 89-м. В 89-м. Да, ты родилась там. Ну, они уехали, и мы остались с Ларисой. Никого нет больше. Ну, Софа там у нее. Она даже не в Черкассах жила, а в Белоруссии. И у нас там никого нет, кроме друзей там всяких. Ну, и мы уже склонились к тому, что надо ехать тоже. А что делать? Надо ехать в Америку. Подали документы. Таня тут оформляла что-то. Что-то там мы делали. Подали документы. Через какое-то время нас вызвали в Москву, в посольство, на интервью. Мы прошли интервью. Нам утвердили наше желание уехать. Назначили дату. Февраль 92-го года. Ну, значит, как подготовка у нас была. Что-то раздавали, мебель раздавали, раздавали одежду, кому кто там надо было, если никто не брал. Оформили билеты на самолеты, там, т.т. Ну, и полетели в Америку. Сели в самолеты, нас привезли в Америку. Привезли в Америку, Рома с Любой жили, ты не знаешь где? В Осенинге. В Осенинге, там. Возле библиотеки. Возле библиотеки, да. Дом этот исчез встой. Ну, конечно, Америка, это все новое, все. Вот, встретили нас-то Аркадий и Таня. И повезли нас в Кроме и с Любой. Те сидели, нас ждали. Какой обед или ужин там что-то было. И ты там лазила. Там у них так диваны, как вот у нас диваны, ты по спинкам лазила. Ты малое же еще было, сколько тебе было, два года? Три. Три года. Данила так лазила и смотрела, что это за люди. Кто это такие? Может, тебе, ты нас знала, видела только, ты совсем была маленькая. А это сколько продолжалось уже? Я не помню, мама, с того времени, как они уехали. И когда мы приехали, наверное, года три. Все, сели в поезд, купили два купе в поезде. Купе были, вагоны такие. У них отдельные, как это называется по-английски, я не знаю, как английский. Отдельные такие, как отгороженные места. Они называются купе, по-английски. И тоже, да. И там четыре полки. Значит, мы купили два или три таких друзья с нами ехали в Москву. Надо было ехать в Москву. В Москву ехать, это не сутки, немножко меньше суток. Ну, мы ехали, друзья там сидели, все там, т-т-т-т. Мы ехали, выпивали, кушали, сдурачивались и прочее. Приехали в Москву, переехали, с вокзала надо было. Ты знаешь Москву? Ну, примерно. В аэродром, на аэродром. Рапорт, идем до Мадедова, по-моему. Или внука, уже не помню, какой. Там ночь мы ждали, под утро нас усадили в самолет. Попрощались мы с друзьями. И уехали, улетели. Нас привезли в Хельсинки, Финляндия, это близко. А там уже мы пересели на самолет. Компания «Дельта» и он уже полетел в Америку. Звонивала иногда, я приделал так, телефон, подключил к нему магнитофон, и мы записывали. А звонить туда было очень сложно. Не то, что сейчас набрал и говори. Надо было заранее заказать, потом она звонила. Сегодня в это время нельзя, надо перенести. Надо, чтобы ее предупредили, что она дома. В общем-то, сложная история была со связью. И я записывал разговор наш. И потом мы прокручивали, прослушивали один раз, второй раз. Потому что, ну, мы же ее не видим. Она писала письма, и мы писали ей. Значит, приехали мы. Самое мне запомнившееся, это как ты ползала по диванам там у Любочки и у Рома. По спинкам. Как ты ползала и смотрела, тебе было интересно, что это за люди приехали. Вот. Ну, а что у меня? Ну, Америка другая совсем страна. Это не Россия, совсем другая страна. Со всеми недостатками, со всеми преимуществами. Ну, я вообще с открытыми, толстыми глазами ходил по гаченингу. Туда, туда, сюда смотрел машины. У каждого дома машины стоят. Красивые дома. Аккуратно, кругом, чисто. Это продолжалось там какое-то время. Потом я пошел в школу английскую, ну, английский поизучать. Тоже мне было очень интересно, как взаимодействие учителя с учениками. С теми, как это необычная школа, ну, неважно, взрослые люди. Все свободно себя чувствуют, кьют кофе. Даст на уроки, вот вообще сидят, смирно слушают учителя. Там была такая система. Вот тут свобода. Вот свобода одноравния с учителем. Там была учительница, я забыл, как ее зовут. Мама знает и папа знает. А у нее была еще и помощник учителя. У нас тоже такого никогда не было. Вот. Да, ну, мне тяжеловато было. Сначала я немного дед, дед, а потом я втянулся. И нормально я общался с ними, с всеми. Была там женщина, я помню. Очень много с разных стран. Там была с Бразилией, с Голландией, с Перу. Она каждый раз меня встречает. С Колумбией каждый раз меня встречает. О, привет. Вот сейчас даже, не очень давно. Там, откуда хочешь. Ну, это привычно для вас. А для меня это было непривычно. А там с Россией и все. Украина. А тут с трудностями у нас были. У нас были трудности большие. У меня у него такой язык был еще непонятный какой. Работу надо было искать. И, в общем, я пошел работать. А там есть, если ты знаешь. Там напротив, где мы жили, внизу, там, вудворкин цех такой был. Туда меня взял. Там был венгр, владелец. Мы с ним побеседовали. Он мне, ему понравился. Он меня взял в рабочую. Просто я там работал как рабочий. Скалы, и лилы, и все такое прочее. А ты научился вудворкинг в России или как ты? Немножко там, да. В школе или как ты знал? Потому что я все умел. Дед был такой, тоже мастеровой. Он там что-то делал. И я тоже, я понимал, как это я знал. Все, все, все. Потом это развилось больше. Вот. Я работал я сколько-то времени у него. А потом меня пристроила Бонни. Ну, через своих, через Рому. Бонни, помнишь? Бонни. Она же была, руководила Нольсенхомом. Вот она меня туда пристроила в Ментиненс. В Скайвью? В Скайвью. Да, да, в Скайвью. Ну, это уже как бы повышение для меня. Хотя я, надо было мне не так построить. Надо было какие-то курсы бы закончить что-то. И пойти на инженерную работу. Это что ты делал? Ты это делал там? А я думал, так оно обойдется. Ну, и работал там. А там надо, наверное, тяжелые вещи передвигать. Например, я помню, что я в туалет когда-то поднял. Вот туалет. И у меня со спиной. У меня проблема осталась со спиной. У тебя была херния? А? Что это? Херния, да. И мне сделали операцию. Доктор Перес. И меня вылечу. Перестало. Но я уже не смог работать там. И после этого у меня еще и с сердцем проблема была. Мне сделали операцию на сердце. Это байпас. Три байпаса. Подвело второе. Я уже не смог работать. Вот так. А какое-то время я работал еще на Синхоме. И фирма была Аремко. Они уехали на ту сторону. Там мне нравилось. И им нравилось, как я работаю. И все. Но у них не было позиции на постоянное. Так я временно. Это парт-тайм. Там интересно было. Да. А ну маленькое там. Человек 10 или 15. Но они делали там машины специальные. Вот наносить рисунки на майки. Там еще что-то. На микросхемы наносить слой. И мне это нравилось. Я освоил это все. Но я сломался. Вот у меня сердце. Более удобная жизнь в Америке. Понимаешь? Для людей. Мы это не замечаем сейчас. Но более удобная жизнь. Лекарства. Чтобы мне надо было... Меня там не принимал лекарства в Украине. А я знаю, как они. Значит, надо пойти в аптеку. Есть оно или нет. Его нету. Это старые люди. Откуда-то надо идти. Машин ни у кого нет практически. А здесь я позвонил. Мне надо такое-то лекарство. Завтра приходи, будет готов. Или даже могут на дом привезти. Вот такие мелочи. Они вроде бы во всем очень сильно облегчают жизнь человека. Ну что, хватит на сегодня? Ну, мы можем, да. Ну что, мы можем. Все, окей. Все. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...